Это последствия удара йеменских хуситов по Израилю. Террористы запустили баллистическую ракету класса «Земля-Земля». По данным армии обороны, для отражения угрозы было предпринято несколько попыток перехвата системами «Хэтс» и «Железный купол». Скорее всего, ракета развалилась в воздухе. Впрочем, не исключено, что ее удалось сбить уже непосредственно на территории Израиля. Фрагменты перехватчика, упавшие на открытой местности и на железнодорожной станции по Атей-Мудзиин, опознаны. Возник пожар на открытой местности в районе Кфар-Даниэль, центральной части страны. Руководство про-иранской группировки дало понять, целью атаки был некий военный объект в центре страны. И это лишь демонстрация новых возможностей, включая гиперзвуковое оружие, перед годовщиной резни 7 октября, которую террористы называют благословенной операцией. Это вызвало состояние страха и паники среди сионистов, поскольку заставило более двух миллионов сионистов бежать в убежище впервые в истории врага. Эта операция стала кульминацией усилия ракетных сил. Наши герои приложили огромное усилие для разработки ракетных технологий, чтобы они отвечали требованиям битвы с сионистским врагом. Израильский враг должен ожидать новые удары и специальные операции по мере приближения первой годовщины благословенной операции 7 октября, включая ответ на его преступную агрессию в городе Хадейда и постоянные операции по поддержке угнетенного палестинского народа. В Хамасе и исламском джихаде с благодарностью приветствовали действия йеменских братьев. По словам Абу Убейды, представителя военного крыла Хамаса, эта атака оказывает влияние на ход войны. Террорист считает, что Израиль не способен обороняться на нескольких фронтах, потому что получит тысячи ракет и множество сюрпризов. Атака хуситов была осуществлена около 6.30 утра. При этом впервые ракете хуситов удалось достичь центральных районов Израиля. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и других городах центра страны. Были слышны звуки запусков ракет-перехватчиков. В Иерусалиме дали понять, очередная попытка проиранских сил атаковать Израиль не останется без ответа. Мы ведем войну на многих фронтах против иранской оси зла, которая стремится нас уничтожить. Сегодня утром хуситы запустили ракету класса «Земля-Земля» из Йемена по нашей территории. Они уже должны были знать, что мы заставим заплатить высокую цену за любую попытку нанести нам вред. Тем, кто нуждается в напоминании, предлагаю посетить порт Ходейда. Никто из совершивших агрессию против нас не избежит возмездия. Хамас уже усваивает это, видя наши решительные действия, которые приведут к его уничтожению и освобождению всех похищенных. Я побывал на севере. Я слышу мнения жителей севера. Я разговариваю с ними и с главами местной власти на севере. Я вижу горе. Я слышу крик. Существующая ситуация не останется такой, как есть. Это требует изменения баланса сил на нашей северной границе. Мы сделаем все необходимое, чтобы наши жители благополучно вернулись в свои дома. Я привержен этому. Правительство привержено этому. И мы не согласимся на меньшее. До сегодняшнего дня хуситам лишь раз удавалось пробиться через противовоздушную оборону Израиля. В июле йеменские террористы выпустили беспилотник большой дальности по Тель-Авиву, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения. Эта атака побудила Израиль нанести мощный авиаудар по военным объектам хуситов вблизи йеменского порта Ходейда. Стоящий за атаками йеменских и ливанских террористических группировок Иран тем временем пытается сформировать единый фронт против Израиля. Визит президента Исламской Республики в Ирак показал, несмотря на определенные надежды со стороны мирового сообщества в отношении Масуда Пазишкиана, которого называли представителем крыла реформаторов, реформировать политику ненависти в отношении Израиля он явно не собирается. Если бы все мы, мусульмане, независимо от наших убеждений, объединились вместе, был ли бы Израиль с его небольшим населением способен ежедневно убивать мусульман? На территории Ирака, несмотря на довольно тесное сотрудничество Багдада с Вашингтоном, вполне комфортно чувствуют себя многочисленные проиранские группировки, которые довольно тесно связаны с его собственными силами безопасности. И влияние Тегерана, судя по всему, лишь растет. А это не может не беспокоить страны Запада. После того, как стало известно о передаче режимом Айатол иранских баллистических ракет России в обмен на, возможно, ядерные технологии, США и Европе начинают осознавать. Ближний Восток подошел к опасной черте, о которой уже много лет говорит Израиль. «Я думаю, если посмотрите на ситуацию в Украине и на Ближний Восток, то очевидно, что в ближайшие недели и месяцы нас ждут действительно потенциально важные события. Именно поэтому я хотел приехать, чтобы поговорить напрямую с президентом Байденом, чтобы убедиться, чтобы эти решения были, так сказать, вписаны в более широкую стратегическую повестку, которую мы разделяем в отношении Украины и Ближнего Востока». Если информация о предоставлении Москвой Тегерану ядерных технологий окажется реальной, то иранские угрозы в отношении Израиля заиграют новыми красками. Похоже, что политики на Западе начинают понимать, политика умиротворения не работает ни в отношении российского президента Путина, ни его иранского союзника Айатолы Хаминаи. Владимир Унанянц, 9 канал. Владимир Унанянц, 9 канал. Продолжение следует...